здравствуйте уважаемые зрители нашей студии сегодня мы продолжаем разговоры продолжаем знакомиться с семьей которая у нас в гостях в центре из одессы в прошлый раз мы разговаривали с папой эриком и сегодня у нас в гостях мама его супруга арминка здравствуйте вот рады вас приветствовать и ну скажу тогда первый вопрос такой вот на то о чем мы не спрашивали почти у папы арминка скажи пожалуйста мы приехали в израиль ну вот первый раз да вы здесь ну и первое впечатление от земли вот того вот вы сошли в аэропорту что почувствовалось что увиделось какие ощущения ну когда мы пришли и мы пришли как-то уже сошли первое ощущение то то что я дома чувство такое что я наконец-то пришла домой такого долго шла наконец-то такого у меня даже не было от пилиси потому что я там росла такого ощущения у меня даже там не было а здесь полностью комфорт это общее ощущение да у вас скажи ну вот вы приехали вы переступили порог центра нашего ну и ощущение от центра вот я так понимаю что вы вот уже были настроены что здесь как бы помогут что здесь будет хорошо ну вот что вообще вот уже без ощущения уже то что реально стало происходить в первых дней вашего пребывания здесь вот поподробнее скажи немножечко потому что спрашивают а как проходит как это какой ну распорядок что происходит вообще в центре вот несколько слов о том что вот вы ощутили что увидели что почувствовали в первые дни ну для меня в начале как-то необычно было то что касается именно рафи к себе никого близко не посту он подпускает особенно врачей стоит кому-то к нему подойти у него начинается истерика а здесь он немножечко но там поплакал и буквально через пять минут он успокоился после этого он приходит ложится сам и ему это нравится но ведь специалисты в центре вот специалисты мы вернемся они же занимаются в этом как бы особенностью центра они занимаются не только ребенком но и другими членами семьи в том числе вот и ты побывала в руках специалистов вот несколько слов о своих ощущениях иногда спрашивают зачем там маме папе вот зачем там обращаться к специалистам уже типа с ребенком приехали и так далее и и вот ваше ощущение от специалистов так немножечко поподробнее специалистов довольно много но вот уже у каждого побывала да но вот расскажи о том как какие какие ощущения и и надо ли вообще это делать в принципе это обязательно надо потому что я тоже честно говоря не совсем понимала почему мне лечиться вот вот но когда я приехал я поняла что то что я уставшая постоянно постоянно что-то у меня болит и вот здесь и как это сказывается вот на семье на на быте на ребенке вот эти вот твои ощущения те которые вот тяжеловато ты испытывала и усталости боли и так далее они как-то влияли да очень сильно влияли особенно я как-то нервничаю нервничала я замечаю как сильно меняется мой ребенок он тоже начинает истерить начинает капризничать и тоже взаимосвязь такая сильно ну и вот как бы попала в руки специалистов и какие ощущения вот ну так подробно немножечко что же с тобой кто делал и как это вот ощущалось и какие результаты начнемся она во время сеанса я чувствую тепло у нее такие горячие руки вот я не знаю откуда вот во время сеанса я не могу объяснить как я чувствую легкость удовлетворенность после в конце вот когда выхожу я полностью другой человек а вот ну помимо того что делает она сказала тебе что-нибудь тебе о твоих проблемах о том что же все таки является причиной твоей вот такой усталости боли он сказал то что я не могу это озвучить ну скажем так примерно может быть не конкретно сейчас я перефразирую чтобы было и то и то ты поняла причину для тебя это причина как бы прояснилась открылась и стало понятно как не избавиться так вот удалось до избавиться то есть даже вот за одну сколько за эти там две недели практически вот убралось то что было в тебе достаточно долго и по большому счету давай уже так откровенно без того что тебе объяснили без этого лечения ты бы смогла с этим справиться сама нет я бы сама не смогла если справилась и наверное здесь меня не было вот то есть не было бы этих причин это к вопросу о том надо ли принимать лечение надо ли обследоваться каждому ну еще вот с кем-то столкнулась в нашем центре и что после этого с тобой было я еще столкнулась с асапом какие ощущения и я даже не представляла что возможно у меня вот и где-то что-то будет у меня были проблемы с детства с аппендицитом у меня было естественно шрам шрам который у меня просто рос краснел после удаления да и ассап быстро справился с этим куда делся это шрам ты ему рассказывал об этом нет я сама сказала а остальное то что было тоже он сама прицел вот со шрамом я не сказала но было еще что-то но мы не будем уточнять да есть такой политика врачу времени за его у него диагностика нахождения проблем пару минут буквально я просто так открой открой секрет как он каким способом удаляет ставить диагноз решили убирает проблему что он делает он просто нажимает на точке и определяет даже и иногда спрашивает но я понимаю что он просто спрашивает если он сам знает уже где болит что болит и ну учитывая что у вас языковый барьер поэтому спрашивать и отвечать ну он сам все это определяет и иголками иглоукалыванием он все это убирает в течение 15 минут скажи пожалуйста сам процесс постановки иголок дохождения вот эти 15 минут с иголками их убирание потом это болезненная процедура нет практически ничего не чувствуешь и вот интересно вот я только хотел сказать о графе получал процедуру да рафи тоже получал к и на мою на мое удивление он посмотрел на эти иголки посмотрел на папу тоже да и он принял это за нормально и он даже и не трогал но ты могла себе представить что его там поставят как кто-то какие-то иголки там скажем до этого и он с к этому спокойно то есть говорит о том что да вот я так чуть-чуть попробую что это не просто безболезненно но еще приносит сразу облегчение ведь ребенка сложно обмануть если ему это неприятно или он не чувствует какого-то комфорта он не будет терпеть да и графе особенно вот такой мальчик значительно легко возбудимый поэтому значит ему было хорошо ну давай расскажи нам еще о специалистах это наверное интересно тем кто собирается к нам ехать вот ну так чтобы они предполагали что их ожидает с кем мы еще столкнулись мы не то чтобы столкнулись ну познакомились скажем да вот доверились может быть и все был сломал есть ну о нем я могу сказать что он тоже вот он я не знаю какой он специальности они ну это называется ну это называется хиропракт хиропракт в переводе с английского в русском так сказать ну разговорном терминах это мануальный терапевт мануальный терапевт вот с подготовкой ну скажем так американской школы учился в соединенных штатах в университете вот да ну а подготовки может быть мы потом так что же он делает и самое главное результаты ну результаты тоже самое могу сказать что результаты шикарные сколько времени у него заняла диагностика и определение ну все вместе и на всю семью нас четыре наверное минут пятнадцать это всего шут корректировка а было ли это точно и эффективно на все сто процентов на все сто процентов потому что каждый раз я думаю все больше хрустеть не буду но после вот сеанса вот я удивляюсь просто как вот все косточки вот на место поставил а надо было надо было потому что влияет ли это на состояние здоровья по твоему опыту по моему опыту я как раз да об этом не спрашиваю надо было вот так вот все ставить на место по ощущениям по ощущению вот сразу я ощутила вот прояснение в голове вот кровоток такой да улучшается кровоток мозг и прояснение в голове я получается зашла я кривая какая-то еле стою а выхожу а тут ровная спина все на месте зрение как-то изменилось острота зрения у тебя честно не обращалась я думаю но а стало ли легче дышать да намного вот то есть я так позволю себе предположить наверное ну уже из опыта что вот когда ну люди привыкают к ощущениям каким-то болевым к недостаточной развитой дыхательной мускулатуре из-за того что отложение солей спазмируются мышцы грудной клетки вы грудного отдела позвоночника и когда они распрямляются все это становится на место вот только тогда понимаешь как было нехорошо до до этого ну что сначала как бы да даже не приезжала с проблемой что болит спина и что тяжело дышать не было такого просто человек даже не понимает насколько это ему мешает и понимает он только тогда когда это исчезает да то есть вот ты выходишь от сломы и ты понимаешь как хорошо когда можно дышать полной грудью ну и правильно я говорю так обычно и бывает какие еще приятные процедуры вас ожидали в нашем центре расскажи интересно из приятных еще мне очень приятно было сеанс с вами вот удивительно чего ж там приятного такого не мне очень приятно потому что у меня вот из-за того что эрафия до сих пор иногда поднимаю на руки младше постоянно на руках и очень многие мышцы у меня просто окаменели и после ваш сеанс с вами я чувствую по-другому себя как будто я только родилась ну и поднимать стало легче да и после того как поднимаешь есть ли ощущение боли нет нет вот то есть к чему ну и я так понимаю что у нас была у вас да была еще одна встреча еще одна процедура которая да скажем так оказала наверное сейчас мы это узнаем оказала ли она влияние на ваше здоровье на ваше самочувствие и вот я думаю что эта процедура вряд ли вы где-то бы так стали делать ну и тем более с таким результатом ну может быть без особых подробностей но все-таки какие ощущения и вот два слова о том специалисте с которым вы столкнулись тоже все наверное да или почти все очищение организм да очищение организма да 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 очищение организма на самом деле я очень боялась ну с одной стороны неприятная процедура ну я так представляла с другой стороны страх я прихожу к Марине очень что она встретила как родной человек и честно говоря настолько теплый настолько хороший человечек что я вот вся эта процедура очень приятно прошла и можно сказать что очень хорошо повлияло я очень довольна вот если можно да повлияло вот как каким образом в какую сторону что после после этого какие ощущения ну у меня постоянные боли были в животе сдутие и я не понимала что происходит обращалась к врачам в Одессе но никто ничего толком не говорил приехала сюда Марина помогла побороться все это ушло да ушло а вот теперь подведем небольшое небольшое уточнение это называется колонна терапия промывка кишечника ну да это уже может быть армянка так сказать терминология плюс еще другое лимфодренаж который параллельно проводился вот лимфодренаж это ну тоже я честно говоря все думаю когда поеду в Одессу нужно найти нормального хорошего специалиста но я не думаю что найдется как Марина ну хотя бы поддерживаем да по крайней мере никто из них не будет выдавать в подарок баночку волшебного крема насыщенного озоном ну крем крем просто чудо я сама косметолог сама готовлю крема но такого крема я не знаю а вот теперь я сейчас как бы объединю то что вот прозвучало у нас ничего не добавляя мы просто вспомним чего мы начали чему мы пришли а начали мы с того что вот со слов арминки она чувствовала себя совершенно здорово до приезда сюда ну как бы ничего не болело и понимание того что ей нужно приводить себя в порядок оно в принципе отсутствует а теперь давайте посмотрим посмотрим что получилось во первых определенные проблемы вот как бы во внутреннем состоянии да в состоянии нервной системы в состоянии какого-то вот дисбаланса внутри да потом спина которая вот была да потом состояние после скажем да не очень удачно видимо проведенной операции на аппендиксе и еще какие-то проблемы связанные с внутренними органами которые решили потом дисбаланс в спине в костной системе потом мышцы которые зажаты и мешали функционировать полноценно потом было нарушено кровообращение головного мозга да 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 вот я дойду значит кровообращение нарушение функции дыхания изменения там в золочно-кишечном тракте которые изменения в лимфатической системе вот это скажем да такой беглый перечень диагнозов которые были но тем не менее считался нормальным здоровым человеком да вот вам ответ на вопрос зачем нужно лечить родителей и что самое главное последствия этих нарушений последствия вот то есть того состояния которым мама находилась это напрямую сказывалось на ребенке скажи мне пожалуйста вот твое ощущение внутреннее твое ощущение физическое после встречи с нашими специалистами изменилось да намного а как это повлияло на твои взаимоотношения в семье с Рафи с мужем ну в семье Рафи стал спокойнее и естественно уже нету нервозности я не так нервничаю я спокойна совершенно ну я думаю что и муж это заметил и как-то да обрадовался наверное вот семья стала скажем да еще ну и крепче и спокойнее и как бы вот это вот да связь стала крепче потому что нет ощущения ну какой-то вот усталости недоделанности каких-то вот дискомфортов внутри правильно вот ну вот скажем теперь у меня еще такой вопрос да в конце нехун я думаю мы может быть еще увидимся когда вот мы объединим вас с эриком и поговорим вот уже ближе к концу о том что все же все таки на чем как бы заканчивать свое пребывание здесь скажи пожалуйста просто вот напоследок чисто вот от себя я не буду не задавать вопрос не комментировать просто тем мамам тем родителям которые собираются к нам приехать которые думают стоит не стоит которые вот где-то на распутье это очень важно всегда прошу сказать несколько слов именно для них вот чисто от себя без всякого вот нажима с моей стороны просто вот твое пожелание которое не будет никак корректированное выйдет в эфир вот так как ты говоришь так что пожалуйста есть такая возможность я хочу обратиться к родителям те которые сомневаются приехать приезжайте естественно я с первого дня когда мы познакомились с Давидом моя мечта была приехать сюда потому что я понимала вот с первого дня доверие что нужно вот человек который нам поможет и я не ошиблась я очень довольна что мы приехали спасибо центру БР Давид я еще хочу добавить одно вот я как-то оставила напоследок в течение пяти лет у меня была дышка я просто не могла дышать и я обращалась к специалистам проверяла сердце сделали УЗИ сердца никто ничего не мог не мог сказать точно почему да сердцем есть проблемы но это не из-за этого когда мы приехали сюда я Давиду сказал что у меня вот я не могу просто дышать не могу вдохнуть Давид сказал подождать несмотря на то что он сильно был занят он пришел провел сеанс и просто я забыла об этом об проблеме спасибо большое Давид спасибо центру БР Давид и я не знаю вот без сомнений вот нужно приезжать если хотите даже хотел потому что вот вы познакомились так скажем более подробно с коллективом который здесь работает и этот коллектив ну к сожалению и так уже он не может работать дистанционно поэтому все что вот вы услышали это делается лично поэтому вот да спасибо Арненко пожелаем тебе твоим детям мужу всей семье здоровья успехов и надеемся что мы еще поговорим о том ну вот как вы последнюю неделю здесь провели какие результаты с каким настроением вы возвращаетесь домой на этом мы с вами прощаемся всего доброго счастья здоровья успехов и до новых встреч до свидания